итак девочки мы с вами далее переходим к построению и будем строить рукав реглан для этого нам с вами нужно перевести деталь полочки и деталь спинки на кальку переводим отдельно чтобы у нас с вами была деталь полочки и отдельно деталь спинки переводим на кальку и далее работаем уже с этими деталями и так девочки вот мы перевели на кальку деталь полочки и детали спинки теперь нам с вами необходимо основной осноровить горловину для этого мы складываем детали вот так плечевой с плечевым и углубим горловину буквально на 1 сантиметр смотрите проведем вот такую плавную такую плавную линию да и срежем лишнее по ней и так девочки давайте теперь перейдем к линию реглан уже до берем деталь спинки сейчас и проводим прямую линию смотрите через какие точки мы от линии ростка на нас даты точки отступаем примерно 2 сантиметра ставим точечку и проводим прямую линию через эту точку и касаемся линии пройму касательно нее да мы проходим и вот так вот таким образом укладываем нашу линейку до кладем и проводим вот такую линию смотрите вот такая линия девочки у нас с вами должна получиться эта деталь спинки то у нас спинка девочки теперь мы кладем детали спинки и деталь полочки вот таким образом прайма к прайме да боковой к боковому и переносим вот эту точку линию реглана на полочку перенесли так отметили и провели вот такую линию чтобы нас вот эти линии были одинаковыми касательно опять прям и через эту точку видите провели и далее здесь линию мы проводим в таком более уже произвольном варианте смотрите вот смотрите здесь мы отростка отступили два с половиной сантиметра по полочке тоже до поставили точечку и берем лекала таким образом укладываем ровненько смотрите что на 100 плавненько все переходила вот таким образом и проводим эту линию видите это у нас с вами полочка девочки теперь на сами вот эти уголки нужно перенести смотрите что мы делаем мы загибаем вот по этим линиям наши уголочки по полочке и по спинке вот таким образом загнули и переводим их один уголок и второй вот эти уголки вот перевели вот они смотрите девочки теперь мы с вами берем лес бумаги или миллиметровки укладываем на него наши детали вот таким образом плечевой плечевым уложили видите и у нас уже вырисовывается очертание нашего будущего рукава смотрите что мы делаем и мы переводим вот эти линии уже на миллиметровку вот таким вот образом вот таким образом смотрите мы уже перевели такой легкой пунктирной линии смотрите то есть для удобства можете вот таким образом загнуть сталь да и перевести вот у нас эти линии мы их перевели смотрите и длина рукава у нас вот нас плечевой и от плечевого у нас длина рукава вниз идет 60 сантиметров вы смотрите свою мерку сейчас проведем эти линии и так девочки вот смотрите наш рукавчик с вами отмечаем где у нас спинка полочка до соответствии с деталями проводим эту линию к я вам говорил от плечевого мы провели вниз 60 сантиметров и здесь мы провели с вами вниз прямые линии под прямым углом вот таким образом провели и заузили наш рукав по здесь 9 сантиметров и здесь 9 сантиметров мы убрали то есть мы его сделали уже смотрите здесь вы можете тоже выбирать уже сами с манжетом у вас будет толстовка без манжет там же процессе определитесь той шириной рукава мы заузили и вот такой рукав у нас в итоге получился и обязательно девочки измерьте вот эти расстояния это и вот это они должны быть у вас одинаковыми должны быть равны и так девочки рукав у нас с вами готов его нужно просто перевести на кальку и уже с ним далее работать при раскрое да и давайте доработаем полочку и спинку здесь нам осталось только срезать лишнее вот по этим линиям по полочке и по спинке и мы срезаем вот эти детали до исключительно вот до сюда до касания с прямой то есть здесь мы ничего не трогаем ничего не срезаем только вот это место на по полочке точно так же по спинке все и потом уже переходим с вами далее девочки теперь мы с должны взять деталь полочки нашу подготовленную да и начертить на ней ромбы то есть сначала мы берем одну деталь желательно взять ее со сгибом да или потом сделать еще одну да смотрите то есть нам с вами нужно начертить ромбы абсолютно вот на одной стороне и точно такие же на второй стороне полочки то есть желательно чтобы она вас была уже в развороте потом он тоже в пашу при пошиве вы уже это все увидите в мастер-классе смотрите вы делите на ромбы достаточно может быть в своем каком-то порядке в произвольном да то есть мы разделили вот таким образом я вам близко-близко все показываю чтобы могли внимательно все посмотреть размеры ромбов у вас могут быть тоже разными мы с вами и выкройку строим по своим меркам то есть у нас выкройки сами тоже разные ромбы могут быть как больше так и меньше поэтому девочки теперь посмотрите видео по пошиву как мы будем выполнять пошив этой толстовки как мы будем использовать эту выкройку как мы будем ее раскладывать и после этого уже приступайте вот к этой части именно разлинуйте на ромбы и переходите к пошиву